Мирмикология. Наука о муравьях, их биологии, образе жизни, месте и значении в природе. Неослабевающий интерес человека к муравьям обусловлен многими причинами, каждый из которых самоценна. Во-первых, это достоинство муравьев как таковых, развитие у них индивидуального и социального поведения, неожиданные для таких крох способности к обучению, сложные формы организации сообществ. Во-вторых, муравьи оказались уникальными во многих отношениях модельными объектами для изучения фундаментальных и научно-прикладных вопросов биологии, экологии, экономики, охраны природы. В-третьих, значение муравьев в жизни большинства экосистем суши столь велико и многообразно, что его приходится учитывать при самых различных направлениях деятельности человека. Именно последнее обстоятельство и определило ведущую направленность мирмикологических исследований в различных регионах мира и отношение населения к муравьям. В России и в других европейских странах образ муравья связан прежде всего с рыжими лесными муравьями, наиболее заметными и многочисленными признанными санитарами леса. Соответственно этому, здесь и отношение к муравьям в целом доброжелательное или же нейтрально-потребительское. А вот в Австралии или в Америке имеется немало видов опасных для человека или приносящих ему немалый хозяйственный урон. Поэтому и отношения тамошних обывателей и даже исследователей к муравьям обычно настороженные или даже враждебные. Характерно, что названия большинства мирмикологических европейских совещаний и симпозиумов включают слова защита или использование, а соответствующих американских контроль или борьба. Тем не менее, в обоих вариантах усиленное внимание человека к муравьям обусловлено в первую очередь собственными, сугубо прагматическими интересами. Муравьи всегда живут в сообществах к себе подобных семьями, колониями, федерациями. В одной семье их может быть от нескольких десятков до нескольких миллионов. В колонии счет всегда идет как минимум на десятки и сотни тысяч, а население федерации достигает десятков и сотен миллионов особей. Живая биомасса муравьев только одного вида может достигать при этом величин 50-100 килограмм на гектар. Подсчитано, что только для поддержания такого уровня численности они должны добывать ежедневно не менее одного килограмма белковой пищи. А это насекомые, большую часть которых в добыче муравьев составляют вредители растений. Поэтому муравьи, как эффективные энтомофаги, вполне заслуженно были признаны санитарами леса. Первыми оценили это китайцы, еще тысячи лет назад, переносившие муравейники муравья портного экофилы в сады для защиты цитрусовых от насекомых вредителей. Применение муравьев в защите леса, как у нас, так и в Западной Европе, началось в конце 30-х годов 20-го века, а пик исследований и практических мероприятий по использованию муравьев в биометоде пришелся на 60-е, 70-е годы. Наиболее эффективными энтомофагами оказались рыжие лесные муравьи. Группа формика руфа, известные своими крупными гнездами из хвои и веточек и образующие в наших лесах самые крупные поселения – комплексы муравейников. Было выявлено, что эти муравьи способны успешно защищать наши леса от большинства опасных хвоя и листогрызущих вредителей. Этому способствовали не только многочисленность, но и ряд других свойств этих муравьев. Длительность существования гнезд, их комплексов, десятилетия, активность в течение всего вегетационного сезона, способность к устойчивому саморазвитию, реактивность на пищу, переключение на наиболее массовые виды жертв, коими являются насекомые-вредители. Оказалось, что нескольких муравейников с куполом диаметром 1-1,2 метра достаточно для защиты одного гектара древостоев от фитофагов, четырех гнезд в хвойном лесу и шести в дубраве. Стала очевидна и необходимость сохранения рыжих лесных муравьев и открылись перспективы их искусственного расселения в другие насаждения. Чтобы искусственное расселение было успешным и экономически оправданным, потребовались углубленные знания биологии муравьев, процессы естественного расселения, формирования и развития отдельных муравейников и их комплексов, особенностей внутривидовых и межвидовых отношений муравьев, фенологии различных видов, их зонального и биотопического распределения и т.п. Эти знания и стали основой для разработанных мермекологами методов искусственного расселения муравьев и оценки результатов переселения. Понятно, что расселять муравьев и ждать эффекта от их лесозащитной деятельности можно только при условии защиты самих муравейников, уже имеющихся и расселенных нами, от уничтожения при рубках леса, разорения гнезд браконьерами и скучающими отдыхающими. Соответствующие пункты были внесены в правила рубок. Кроме того, были разработаны и весьма активно использовались такси за разорение муравейников, как отдельными гражданами, так и предприятиями. Весь комплекс мер по использованию муравьев как агентов биологической защиты леса требовал регулярного учета их численности в лесу, для чего и были разработаны методики инвентаризации комплексов муравейников. Внедрение этих разработок в практику лесозащиты стало возможным благодаря объединению усилий лесохозяйственных организаций Всероссийского общества охраны природы и науки. С 1971 года в течение 25 лет проводилась Всероссийская операция муравей под эгидой Министерства лесного хозяйства и ЦСВОП. Помимо лесхозов и отделений общества охраны природы в этой операции принимали участие несколько тысяч школьных лесничеств и биологических кружков. В ходе операции были взяты на учет и под охрану десятки тысяч комплексов муравейников. Организовано около 80 мермекологических заказников в различных лесных регионах России. Эффективными энтомофагами оказались и другие представители рода формика. Свой вклад в снижение численности вредителей леса вносят практически все лесные муравьи умеренной зоны, но не все из них сами достаточно многочисленны, чтобы эффект от охотничьих усилий был заметен. Использование муравьев в биометоде стимулировало общее расширение мермекологических исследований и вовлечение в круг изучаемых объектов все новых видов, а также более пристальное внимание к другим аспектам взаимодействия муравьев и леса. Роль муравьев в лесу не сводится к прямому воздействию на популяции вредителей. Она мультифункциональна и затрагивает самые разные стороны жизни лесного сообщества. Практически все селящиеся в почве и отмерщей древесине муравьи являются активными почвообразователями. Своей роющей деятельностью муравьи улучшают водные и воздушные режимы почв. В гнездах муравьев снижается уровень кислотности почв, а также происходит интенсивное накопление химических элементов – углерода, азота, калия и фосфора и других, как общего их содержания, так и легко гидролизуемых форм, наиболее доступных деревьям. К примеру, накопление основных элементов в гнездовой линзе 10-летнего гнезда рыжих листых муравьев на дерново-подзолистой почве выше, чем в гумусном горизонте удобряемой почвы в течение 34 лет, такой же почвы по общему. Калия – в 5,3 раза, по углероду – в 7,8 раз, по фосфору – в 8,3, по азоту – в 16,5 раз. Чем беднее почва, тем значительнее для обеспечения лесопитательными веществами присутствие в нем муравьев. Именно поэтому окрестности старых муравейников и брошенные гнезда на бедных почвах становятся местами внедрения в насаждение более требовательных к плодородию почв деревьев, кустарников и травянистых растений. Питание деревьев связано с микоризой, развитие которой стимулируется самыми обычными и незаметными в лесу муравьями – мирмика. Особенно много этих муравьев на вырубках, полянах, в молодых культурах сосны и ели. Своей деятельностью эти муравьи помогают приживанию саженцев и их дальнейшему успешному росту. Муравьи активно участвуют в распространении семян растений, прямо воздействуют на формирование и структуру растительных сообществ. Многие виды растений приспособились к распространению их семян муравьями – мирмикахория, и имеют семена со специальными придатками, привлекающими муравьев. Особое место занимает разведение муравьями тлей и других продуцирующих пать насекомых. Трофобиоз с тлями обеспечивает муравейник с сахаром – основным продуктом питания взрослых рабочих. В гнездах рыжих лесных муравьев и некоторых других видов пать служит и источником химического топлива для весеннего разогрева гнезда и последующего поддержания в нем температурного режима, оптимального для развития молоди. Используемые муравьями тли потребляют небольшую часть восходящего тока деревьев и не вызывают каких-либо патологических изменений ткани растения. А вот значение пати для дополнительного питания многих других энтемофагов трудно переоценить. Благодаря трофобиозу с муравьями общее количество выделяемой тлями пати многократно вырастает, что влечет за собой и значительный в несколько раз рост численности полезных энтемофагов. Кроме того, пать собирают пчелы, и доля падевого меда в пчелином взятке оказывается также высокой. В самом муравейнике живут не только муравьи. Он привлекательный для многих насекомых и других беспозвоночных – мермекофилов, которые находят здесь икров и корм. С гнездами только рыжих лесных муравьев связаны более 300 видов беспозвоночных. Значительная часть из них, кроме как в муравейниках, и вообще не встречается. Да и благополучие ряда позвоночных, особенно певчих птиц, лесных куриных и дятлов во многом связаны с муравьями. Муравейник оказывается в центре многочисленных и разнообразных санатических связей лесного сообщества. Он действует как узловая структура, организующая сообщество и содействующая повышению продуктивности и биологической устойчивости последнего. Таким образом, сохранение и умножение в лесу муравейников оказывается уже не только акцией биометода, но и комплексным лесоводственным мероприятием. Муравьи имеют важное значение не только в наших лесах. В тропических лесах они вместе с термитами вообще составляют более половины биомассы всех насекомых, обеспечивая в значительной мере само существование этих экосистем. Вообще-то следует признать, что с муравьями нам повезло. Российские муравьи или полезные, или хотя бы тихие и не причиняют человеку серьезных беспокойств, а в южных краях взаимоотношений человека с муравьями нередко приобретают драматический характер. Так, в 40-е годы 20 века в США был интродуцирован из Южной Америки знаменитый огненный муравей – Соленопсис инвикта. Этот муравей имеет жало и обладает специфическим ядом, вызывающим аллергическую реакцию у 30% населения. Этот муравей стал настоящим бичом для южных штатов страны. Кроме того, будучи многочисленным, мобильным и агрессивным, огненный муравей повсеместно вытесняет местные виды муравьев и других наземных хищников, разрушая исконные сообщества и снижая уровень биологического разнообразия. Проблема муравьев-интродуцентов остро стоит на тропических островах, и в городах, где муравьи, заселяя жилые дома, продуктовые склады и магазины, и в особенности больницы, могут стать переносчиками инфекционных заболеваний. Последние десятилетия такая проблема пришла и в российские города, вместе с занесенным фараоновым муравьем Мономориум фараонис. Расширяя масштабы своей хозяйственной деятельности, человек повсеместно вовлекает муравьев в сферу своего непосредственного влияния, изменяя при этом свойственную им среду обитания. При этом одни муравьи, как, например, фараонов-муравей, начинают вторгаться в жилище человека, другие могут нанести вред сельскому хозяйству. Обитая в сельве, знаменитые муравьи-листорезы живут в полном согласии с растительным сообществом. По очередной сбор этими муравьями небольшой части листвы с деревьев не сказывается сколь-нибудь отрицательно на состоянии последних. Посадив на месте леса апельсиновый сад, человек вынуждает уцелевшие муравейники-листорезов брать листья для своих грибных культур уже в этом саду. Апельсиновое дерево во много раз меньше гигантов из сельвы, и в одночасье оно останется без единого листочка. После этого начинается борьба с муравьями на истребление. Для борьбы с муравьями в ряде стран разрабатываются и производятся в возрастающих количествах различные яды, производство которых значительно опережает объективно существующие потребности. Поиск рынков сбыта, наработанных химическими компаниями ядов, выливается в поиск новых вредных муравьев, которым инкриминируются порою самые невероятные грехи перед человеком. Стремление списать на муравьев или еще на кого-нибудь результаты собственной бесхозяйственности проявлялось и раньше. Так, в начале 70-х годов 20-го века в Туркмении планировались истребительные мероприятия против муравьев-жнецов мессор, запасавших в своих гнездах в пересчете на 1 гектар до 2-3 центнеров зерна и препятствующих тем самым выполнению продовольственной программы. Специально проведенные исследования показали, что муравьи-жнецы не могут сбираться по стеблям спелой пшеницы и собирают поэтому лишь зерна, осыпавшиеся из перезрелых колосьев или потеряны в процессе сжатвы, а размеры их зерновых запасов просто соответствуют частично, поскольку имеются и другие потребители, оказавшиеся на земле зерна. Уровень бесхозяйственности тогдашних колхозов Выполненные специалистами из различных стран многоплановые мермекологические исследования не только качественно изменили наше представление о муравьях как таковых и их месте в экономике природы, но и открыли муравьев как уникальные модельные объекты для решения многих принципиальных вопросов. Например, в группе разработчиков основ кибернетики одним из соратников Венера был мермеколог. Теория островной биогеографии была создана на основе изучения муравьев островов Тихого океана. Феромонная теория возникла в процессе разработки мероприятий по борьбе с огненным муравьем – соленопсис инвикта. Муравейники исследуются ныне с самых разных позиций в плане решения транспортных задач, анализа различных экономических и структурных моделей, как примеры иерархически организованных биосистем различных уровней сложности. Система ориентации пустынных муравьев-фаэтончиков стала прообразом таковой при разработке автономных роботов. Нашли мирное применение и грозным ядам некоторых муравьев перуанской сельвы. Высокомолекулярные компоненты этих ядов оказались перспективными для фармакологии и уже используются как инструменты в тонких биохимических исследованиях. Особый интерес к муравьям связан со сложной социальной организацией, их сообществ и пластичностью поведения. Биосоциальность, как одно из общих исконных свойств живых существ, становится предметом изучения на все новых и новых объектах. А ведь муравьи – это одна из немногих групп животных, достигших ее высшего развития. Поэтому они и относятся к иосоциальным, то есть истинно социальным насекомым. Кстати, сам термин «биосоциальность» был впервые введен великим русским лесоводом Морозовым в его книге «Учение о лесе», рассматривавшем лес как биосоциальный объект. Во всех обсуждающихся в настоящее время теориях и гипотезах эволюции и социальности у животных в качестве одного из основных модельных объектов фигурируют муравьи. Приведенных выше примеров достаточно для понимания, что многие аспекты мермикологии имеют безусловное общебиологическое, принципиальное, естественно-научное взлучание. Вместе с тем, они постоянно связаны с решением конкретных, актуальных практических задач. Поскольку понимание биологии муравьев невозможно без изучения их социальной организации, то и все мероприятия по использованию полезных видов и борьба с вредными. Успех и перспективность этих мероприятий оказываются в прямой зависимости от состояния изученности социальной организации в поселениях различных видов, степени соответствия наших представлений о специфике такой организации и реальности. Множество новых проблем и вопросов приходится решать в мебекологии в условиях резкого ухудшения в последние десятилетия общей экологической обстановки. В условиях возрастающих антропогенных изменений среды все актуальнее становятся вопросы об определении степени устойчивости разных форм, организации и конкретных видов муравьев к этим изменениям. Необходимо дать прогноз изменений в уровнях численности, поведении, типах гнезд и поселений, питании, связях с другими животными и растениями под влиянием различных антропогенных факторов. Необходимо найти место и методические возможности использования муравьев в мониторинге лесных сообществ и общем экологическом мониторинге среды. Не менее актуальна задача сохранения биологического разнообразия данного таксона. При этом тех же рыжих лесных муравьев приходится сохранять именно в зонах активной хозяйственной деятельности человека, что связывает их охрану с необходимостью не только решения бермекологических или лесохозяйственных задач, но и принципиальных решений. Нужно оценить интродукционные потенции различных видов муравьев. Понятно, что не только академический интерес представляет собой вопрос. Может ли огненный муравей освоиться в южных регионах России? Современная мермекология во все большей мере становится науке комплексной. Постоянно расширяются ее тематический диапазон и методические подходы, впитывая достижения других отраслей и естествознания. Отечественные мермекологи активно и успешно участвуют в решении разнообразных научных и прикладных задач. Как в России, так и в отдаленных уголках планеты, число таких задач неиссякаемо. При этом сохраняется преемственность тематики, преемственность мермекологического сообщества, преемственность поколений. С 1963 года у нас регулярно проводятся мермекологические симпозиумы. Название этих симпозиумов символично – «Муравьи и защита леса». И это не случайно, поскольку центральное место в исследованиях отечественных мермекологов по-прежнему занимают лесные муравьи. Их роль в лесных экосистемах – пути использования и сохранения этих удивительных лисикомых, без которых немыслим русский лес.